Так выглядит польское предприятие. Тысячи человек работают здесь. Это зеркало для проверки внешнего вида. Да. Друзья. Подходите, смотрите, улыбаетесь и идете зарабатывать. На украинском языке. И у каждого, по сути, своя линия. Сейчас, к сожалению, производство не идет. На производстве инвентаризация. Но, по сути, у человека своя линия. Кто-то делает какие-то шурупики. Вот здесь вот его обучают. Естественно, лидеры. Лидеры украинскоязычные есть. Есть польскоязычные. Для того, чтобы человеку было удобно. Инструкции все. Хотите внимание, и польский язык, и украинский. Вы там где-то есть. Возле каждой машины, которая... Которая требует очень внимательности. Обязательно есть инструкция на русском языке, на украинском языке. Несмотря на инверторизацию, как раз рабочие, да? Это поляки? Да, да. Огромное предприятие. Есть также на предприятии, где люди сидячие места. То есть не все стоят просто вот, стоят на продукции. Есть сидячие места. Их немного. Но все-таки такая возможность есть. Друзья, нам повезло. Сегодня мы на предприятии LG в Польше. Более 800 человек. Мы сделаем отдельное интервью с рекрутинговыми агентствами. И зададим вопрос по поводу зарплат. Фантастика. Как тут круто. Это отдел называется САС. Тут тоже изготавливаются детали к телевизору. Есть инструкции. Обязательно в порядке стоит тут человек. Когда они в рабочем состоянии, поднимаются, отпускаются. В принципе, такое неприятное. Это фотографии людей, которые работают на этом станке, да? На прессе. Это ответственные. Друзья, кто хочет стать ответственным за пресс? Это лидеры. Это лидеры. Я думаю, что у лидеров зарплаты, наверное, раза в два выше, да? Девушка как раз полячка, она руководит кадрами. Это два тринца сорок грэвит. Но, ну, ну, нельзя. Обратите внимание на полосы вот внизу. Это техника безопасности. Нельзя двигаться вот просто по предприятию. Когда предприятие работает, человек должен двигаться исключительно по этой дорожке. И так все предприятие изрисовано. Это стандарты, так должно быть. То есть здесь используется и украинский, и польский язык. Мне нравится то, что есть вот тут фотографии лидеров. Передовики производства. Чтобы человек понимал, к кому он может обратиться, из-за того, что много людей, пришел новый человек, его обучили, он должен понимать, к кому он может обратиться, в случае, если что-то не так с машиной. Я понял. Такой вопрос. А если, допустим, человек сюда попадет работать без польского языка, тут будет какой-то куратор? А тут у нас работают люди без польского языка. Есть лидеры украинскоязычные, которые рассказывают. А сколько здесь вот таких вот русскоязычных бригадиров и координаторов? Мы сейчас спросим. На каждом отделе обязательно на смене должен быть один украинскоязычный, то есть это минимум, что должно быть. Допустим, в этот отдел 100% на смене должен быть один человек, который говорит по-украински, чтобы в случае чего подстраховать. Как выбираются сюда работники? Один из лучших работников, который себя хорошо показывает на линии, его потом сюда вот ставят, пробуют, если получается, оставляют. Это очень ответственный отдел, так сказать. Друзья, вот нам сегодня повезло. Буквально утром я был в Москве, а сейчас я в городке Мулава, это 2 часа от Варшавы, на крупном градообразующем предприятии LG. Здесь делают телевизоры. Допустим, внимание, вот так вот выглядит готовый продукт, уже сопакованный. Готовый продукт, вот части, которые дальше поставляются на LG, либо ватом необычном. А что наверху? Наверху склад? Отдел материала. О, зона релакса, друзья. А это склад. Да, я сохраню прямой эфир. Это почти готовый продукт, то есть это тоже уже упакованный, но не до конца, это склад. Уже, то есть, компоненты готовы, они только ждут своей полностью до конца упаковки. Друзья, поставьте плюс, у кого телевизор LG. У меня. У меня телевизор LG. Я это увидела, когда вот мы пришли, я думаю, какой у меня телевизор? Даже проверила LG. Кстати, тут проводятся лотереи, каждый год разыграют телевизоры призы. В основном телевизоры получают украинцы, на таких большинствах здесь. Понял. Яна, это уже готовая продукция, которая... Да, это готовая продукция. Это... Тут в основном работают мужчины, которые... Ну, перетягивать эти тяжелые, как бы, оно нелегко упаковывать. Это в основном занимаются только мужчины. Ну, на таких карах, правильно? Да. Нет, на таких карах это специально обученные. Люди, они должны иметь удостоверение. У нас люди не работают на таких карах. У нас люди только имеют право запаковать. Помогать. Да. Помогать. Но без надлежащего удостоверения просто так ездить ими нельзя. А что здесь? Что это такое? Какой-то офис. Куда ты нас ведешь? Встановим? Да. Там сверху находится большая столовая. Также люди, которые работают в отделе, в котором мы были там в КРАС, у них есть отдельное столовое на выходе. Мы можем тоже ее на обратном пути посмотреть. Сейчас посмотрим то место, где работают в основном у нас люди. Большинство. Так, друзья, выглядит крупное предприятие, градообразующее LG, завод LG в Польше. Друзья, я записываю на вторую камеру. Это все попадет на наш YouTube-канал. Можно будет посмотреть в хорошем качестве на YouTube-канале. Мы наконец-то оказались на самом большом предприятии LG в Польше. Водичка, кулеры. И вот на русском... А, на украинском языке. Польский, корейский, украинский. Так, куда мы пришли? Это что за место? Это тоже другой отдел. Также тут есть провокационные линии. У каждого тут стоят люди. У каждого есть свое место. Кто-то что-то делает. Кто-то переворачивает эту крышечку. Кто-то наклеивает наклеечку. У каждого есть определенная работа. Люди стоят в ряд с двух сторон. Вот и здесь. Есть лидеры, которые ходят, контролируют, отвечают, подменяют. Есть случаи, если человеку нужно куда-то отойти. И лидеры становятся на его место, потому что провокационная линия не всегда. Нельзя в результате отойти с местом. Понял. А сколько вообще здесь иностранцев работает на этом предприятии? В процентах? Около 500 человек иностранцев работают на этом предприятии. У вас есть возможность попасть сюда на работу? Тут еще один отдел. Еще один. Тут можно вообще ходить целый день. Тут очень много пространства. Ну, в принципе, мы уже заканчиваем. Но на самом деле очень большое пространство. И так как они между собой, эти заботы близко стоят, то в целом, если взять все вот эти 4 заботы, которые вместе стоят, то занимает большое пространство. Я понял. Тут есть такая возможность прийти сюда, работать, устроиться и где-нибудь там в течение дня поспать, где-нибудь спрятаться. А, ну поспать нет, а там и посидевле. Просто мне рассказывают, жалуются там на ребят, которые приезжают из СНГ, они хотят работать, хотят просто где-то спрятаться и получать зарплату. Тут есть такие. Да? У вас тоже? Конечно, и везде они есть. Ребята, если хотите оказаться вот здесь вот передовиком производства, и получать в два раза больше, у вас есть такая возможность. Сегодня здесь инверторизация, идет уборка перед Рождеством. Сейчас, чуть-чуть позже, мы будем в офисе у представителей кадрового агентства и пообщаемся по поводу зарплат, документов и так далее. Иностранцы работают в две смены, поляки работают в три смены. Так как они приезжают сюда зарабатывать деньги, работают по 12 часов, иностранцы работают с 6 до 18.00, либо ночная смена с 18.00 до 6 утра. Поляки работают по 8 часов.